Я хотела бы услышать, а каким мир вообще принимаете вы для недопустимости в дальнейшем вот такого разглазаривания бюджетных средств, которых и так мало? И для негодования есть основания. Уполномоченная по правам человека, Сырия Забурская рассказывает историю девочки с редкой болезнью. Ей исполнилось 18 лет, ее исключили из списка федеральных льготников. Лекарства семья себе позволить просто не может. Обязатель федеральный, а ребенок-то наш, но мы же должны оказаться здесь, в связи с этой семьей. И таких ситуаций очень много. Льготников в Татарстане более 300 тысяч. Из них большинство страдает сахарным диабетом и онкологией, чуть меньше бронхиальной астмой, офтальмологическими заболеваниями и туберкулезом. Все чаще тяжелый диагноз ставят детям до трех лет. Программа по обеспечению этой категории людей работает не первый год. И в связи с этим логично на заседании был задан вопрос. Почему столько лет мы не можем преодолеть эту вообще проблему? Почему до сих пор она остается такой больной для наших льготников? Однократно предложили предложение для того, чтобы отменить право, возможность отказа от натуральных льгот и выбора денежных компенсаций. Но в ближайшее время, по информации Министерства России, планируется переход на лекарственное страхование. Льготники до сих пор между лекарствами и наличными выбирают деньги, а это чуть более 800 рублей. Такой выбор делают 70% пациентов в Татарстане. Контроль Минздрава, ГУП фармации нашей, Республики Татарстан и, конечно, четкое определение. Конечно, это тяжело сделать и медицинским работникам. Они не могут сегодня сказать, будет ли, во-первых, завтра, послезавтра этот человек жить и не заказывать ему препараты. То есть, конечно, здесь надо выработать механизмы по обеспечению лекарственными средствами. Проблемы подтверждают и в обществе инвалидов. Выписанные лекарственные средства не бывают в аптеках часто. Последний год-два появилась тенденция, что лекарственные препараты заменяют на более дешевые и менее эффективные. И это вызывает довольно-таки большое нарекание со стороны инвалидов. Как выяснилось, нужные лекарства могут отсутствовать в аптеке по нескольким причинам. Задержка поставок, прекращено производство препарата или происходит его перерегистрация. И иногда нужный препарат приходится ждать неделями. Но для кого-то это время может стоить жизни. Количество татарстанцев с тяжелыми диагнозами растет. А потому депутатами госсовета направлено письмо на имя президента с просьбой повысить лимит суммы на льготные лекарства. Требуется примерно 60 до 100 миллионов рублей дополнительно. Альбина Слагараевич от Мухаммедов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова